Всем привет! Меня зовут Борислав Гурин, я автор этого канала. И сегодня тема «Как понять, что дело твое, и им по-настоящему стоит заниматься?». Вообще есть несколько таких особых ключей, подсказок к тому, что то, чем вы занимаетесь, действительно является вашим делом. Для начала это может исходить из ощущений и чувств. Во-первых, когда ты думаешь о том, чем ты собираешься заниматься, чаще всего ты испытываешь какое-то очень сильное внутреннее напряжение. Не в смысле «О, Боже мой!», а в целом ты чувствуешь какую-то внутреннюю энергию, желание, внутренний жест, притяжение, сосет под ложечкой, дзынькает все внутри, руки трясутся, ты бегаешь по кухне, по комнате, не можешь уснуть. Это хорошие, прекрасные индикаторы того, что это именно то дело, которым стоит заняться. Также хорошим индикатором может быть, что ты постоянно возвращаешься к этой мысли. Проходит час, день, неделя, год или даже год, и ты из раза в раз в одно и то же место, в одну и ту же форму, образ, фантазию возвращаешься, или воспоминания. Это те вещи, которые могут указать на то, что это то дело, которым стоит заниматься по жизни. Что-то, что-то в этом деле присутствует, может быть, незримо, а может быть, уже более явно, то, что нас постоянно туда влечет, то, что нас туда постоянно притягивает. Безусловно, когда говоришь об этих вещах, нельзя забывать еще об одном, что, как и любое дело, помимо всего прочего, помимо вот этих вещей, всегда это сопровождается и какими-то рутинными делами, скучными делами, прокрастинацией, сопротивлением, сомнениями, какой-то болью внутренней или внешней, физической. Всем тем, что обычно можно назвать как то, что не является хорошими проявлениями, что, может быть, отпугивать, отталкивать, вызывать страх, неприязнь, целый набор вообще, из-за которых ты можешь постоянно откладывать, оттягивать внутренние переживания, ощущение несоответствия, неуверенность. Это нормально это испытывать. Это не является показателем того, что это не твое дело. То есть все это испытывают, и каждый человек это испытывает. Безусловно, если ты испытываешь какому-то делу такие чувства, это не значит, что это твое дело, да? То есть тоже важно понимать. Важно другое, если ты испытываешь изначально к этому делу тягу, но при этом испытываешь какую-то долю сопротивления, то тогда все в порядке. Тогда ты живой человек, и все хорошо. Просто это часть испытаний, которые нужно пройти в направлении к тому, чем хочется заниматься. Это нормально встречать это сопротивление. Это нормально его испытывать. Это нормально переживать все эти внутренние питания, все эти преграды проходить. Это часть жизни и часть овладения мастерства, да? Когда ты постепенно-постепенно развиваешься в деле и становишься профессионалом, становишься мастером. На примере того, как я снимал «Вопросы желания», это один из моих фильмов, я хочу показать, да, как иногда очень сильное внутреннее желание, неуверенность в том, что это, ну, это твое дело, да, им очень хочется заниматься, ты постоянно к этому возвращаешься в мыслях. И в то же время жуткий страх и неуверенность в том, что у тебя получится все. У нас в близком кругу есть такая фраза, я думаю, она есть у многих, это «давать что-нибудь с ними», «давать что-нибудь с ними», да? Это вот обычно эта фраза означает следующее. Нужно что-то сделать, что-то творческое воплотить, что-то такое, что внутри как-то откликается, причем быстро, динамично, желательно вот за час или вот за вечер, да, и быстро увидеть результат, ощутить вот это чувство, когда у тебя есть инициация, да, какого-то процесса, до его результата, да, чтобы насладиться проявлением этого результата. Эта штука, она прекрасна тем, что в действительности, когда очень много параметров сходится в одну, действительно получается быстро что-то сделать, да, и ты получаешь быстрый результат. И ты буквально не успеваешься задуматься над тем, что ты делаешь. Вот буквально. Для меня каждый фильм – это всегда какой-то вызов. Всегда я стараюсь сделать чуть больше, чуть дальше, чуть интереснее, чуть проработаннее, чуть детальнее. И с вопросом выживания было так же, что это был для меня такой же вызов. Мне нужно было так же для себя открыть какие-то новые грань. Мне очень хотелось серьезный сюжет показать с диалогами, с интересной актерской игрой. И для меня это была такая новая территория. И с этим, когда ты заходишь на новую территорию, естественно, тебя сжимают внутри сомнения, да, ты начинаешь переживать, а что, вдруг что-то не получится. И обычно в такие моменты прекрасно спасает вот этот вот момент, когда ты делаешь все быстро и молниеносно, чтобы у тебя не было времени подумать над тем, прорефлексировать, да, как-то себя оценить со стороны. И вот именно в такие моменты получалось. Большой минус у такого подхода заключается в том, что есть дела, которым просто необходимо пространство, которым необходимо время. Присутствуют процессы, которые очень удалены во времени. Ты насколько не в состоянии это сделать. Для каждого свое дело, да, то, как он это понимает. Всегда будет по-разному восприниматься. Всегда. И это, наверное, нормально. Это тоже часть жизни, это часть пути. Это часть того, с чем приходится вообще сталкиваться человеку, да, по жизни. Это часть жизни. Она выглядит так, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Но в чем я точно уверен, вот в чем я точно уверен, это, пожалуй, что очень многие ответы на взрослые по-настоящему вопросы хранятся у нас в детстве. Я очень рекомендую прочитать книжку «Путь художника» Джулии Кэмерон. Лично для меня эта книжка стала своего рода откровением, да, в моем творческом пути. Это книжка, на которую я во многом напираюсь до сих пор, да. Эта книжка для меня является вообще прекрасным примером, прекрасным пособием для того, чтобы не просто творить, да. То есть оно называется «Путь художника», имеется в виду, что вот, картины рисовать. Нет. Это пособие вот своего рода для жизни, да, для того, как воспринимать жизнь, для того, как прислушиваться к себе, для того, как выискивать, да, вот эти голоса, которые хотят что-то сделать, хотят что-то сказать и так далее, да. Да, дать им волю, да, дать им пространство для их воплощения. Задание есть одно, которое лично для меня стало таким вот очень важным ключевым моментом. Можете его выполнить, и, возможно, оно для вас станет тоже такой некой внутренней подсказкой, да, для того, чтобы оглянуться, да, и как-то сориентироваться в пространстве. Задание звучит следующим образом. Нужно сделать список, ну, в идеале из 10, может быть, из 20, ну, как пойдет, может быть, меньше, дел, которым вы занимались в детстве и которое у вас вызывало очень сильное чувство радости, какого-то благоговения, да, улыбку, в общем, какого-то невероятного, очень светлого, сильного чувства. И выписав этот список, скорее всего, на пересечении каких-то вот этих дел будет находиться как раз то дело, которым вам стоит заняться вообще по жизни, да, может быть, с всеми этими делами. Все, что с нами происходило в детстве является очень хорошим таким моментом подсказок, да, в том, что нам делать во взрослой жизни. Обязательно прочитайте эту книжку, там прекрасные, великолепные просто задания. Их не обязательно выполнять. Можно их пропускать, даже простое прочтение может оказаться очень полезным. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Я надеюсь, что вы для себя нашли здесь что-то полезное. Может быть, для вас это стало каким-то подтверждением, да, на том жизненном пути или творческом пути, который у вас сейчас есть. Я и дальше буду рассказывать о своем творческом пути, буду делиться опытом. Но, тем не менее, если у вас есть вопросы, если у вас есть какая-то тема, которая для вас является важной, вы что-то не понимаете и чувствуете или думаете, что я могу в этом как-то помочь, напишите в комментариях, да, я обязательно прочту, обязательно. Я обязательно постараюсь ответить. В идеале, конечно, в виде такого ролика, чтобы это было полезно не только в рамках комментариев, но, может быть, еще кто-то сможет найти для себя те вопросы, с которыми вы столкнулись, для себя полезным. Ну все, спасибо и до связи.